Друзья, всем доброе утречко! У нас сегодня день третий и проснулись мы вот на таком замечательном побережье, где-то на юге Южной Кореи. Прекрасное море, очень хорошо спалось под шум волн. В общем, мы остановились в таком двухэтажном домике, я спала на одном этаже, все остальные спали на первом этаже. Я еще не спускалась, не знаю, проснулись они там или нет. И вообще мы планировали сегодня рыбалку, но для рыбалки уже, по-моему, очень поздно. Там много уже корабликов, лодочек рыбацких. Здесь очень популярна рыбалка именно. Это остров Коджедо. Вот такая вот здесь красота. На первом этаже здесь вот такая вот веранда есть. Можно пожарить барбекю, посидеть. Но, если честно, друзья, это вот прям сплошное разочарование. Я так устала от этого. Но тут похоже на наш дом, один в один, как будто мы из дома не выезжали. В путешествии я всегда ищу какой-то экзотики. Хочется пожить в каком-то деревенском домике или в каком-то интересном там, я не знаю. Есть ещё люди такие, как я, которые бегут от комфорта в какие-то, наоборот, спартанские условия, чтобы что-то хоть в памяти осталось. А тут это вообще ничем не отличается от нашего дома. Ну, бассейн есть, ну, море. Детям нравится, детям нравится комфорт. Мне нужен трэш, мне нужен гемор, мне нужен острота, ощущение, блин, адреналин какой-то, я не знаю. Ну, что это? Там, кстати, джакуди есть на втором этаже. Вот такая здесь есть кухонка, то есть это прям домик-домик. Здесь можно готовить. Вот так вот выглядит душевая. Холодильник есть, всё есть. Сейчас будем готовить завтрак. И здесь очень дружелюбные хозяева. Они нам принесли, во-первых, персики вчера. Во-вторых, они нам принесли рыбу, которую сами поймали. Вот мы её сейчас будем жарить. Поэтому сегодня у нас будет очень вкусный завтрак. Яйца здесь есть, кимчи, редька, поро-ро. Всё есть, друзья. Главное, пиво есть. Нашки какие-то. Ждём, ждём, когда проснутся наши. Спят ещё все. Видите, какое растение симпатичное. Мне нравится такое. Люблю такое. Тут есть вся посуда необходимая. Всё-всё-всё есть. Вчера мы приехали сюда очень поздно. Я сразу легла спать, а наши ещё рамён успели поесть. Вот такая, друзья, прекрасная рыбка. Свежачок. Свежая-свежая. О, они её даже выпотрошили. Обалдеть. Не, хозяева здесь потрясающие, вообще супер люди такие. Решили сделать, друзья, омлет из яиц, чтобы их не выбрасывать. С собой не повезёшь. Жарко в машине. И пожарить рыбку. Обычно корейский омлетик. Керан-чим называется. Просто яйца, соль или вода. Рыба не пахнет вообще. Ну, свежак, потому что совсем свежая рыба. Она когда жарится, она всегда так рассыпается. Стрёмненько. Это наш омлет здесь. Кимчи, рис, редька. Давай, ешь. Быстро. Времени нет. Времени нет. Чиканокса. И самое главное, конечно же, рамёнчик. Ожики мёши могут щи? Собяги? Ёльту щи? Ханщи? Ёльту щи могко. Ирина Сото могко рамен. О, майга. Ангелина говорит, невкусная рыба. Мне тоже не нравится. После порикульби, которую вот я в последних своих видео покажу, никакая рыба не заходит вообще. Масши со сэнсон супе? Княнгрэ кэди. Порикульби пигёнды. А, пурикульби чегу, чегуня. Ни с чем не сравнимый вкус, друзья, вот эта порикульби. Это обычная вот рыба, как мы привыкли, как в России, как в Казахстане. Амуматан. Друзья, вышли купаться. Ну, Ангелина будет купаться. Больше никому это не интересно, конечно. Никто больше купаться не хочет. Там он большой пляж есть вообще. Нам же проще. Так, пока Ангелина здесь плюхается в свои лужи, мы с Соней пойдём на пляж. Посмотрим, как там, что там. Вот такое, друзья, здесь морюшко. Не самая красивая, которая есть в Корее, но из-за цвета песка. Из-за песка. Привет. Ааа, холодная, как сволочь. А вообще, это считается один из самых чистых пляжей в Корее. Именно вот чистая вода здесь. Но она такой не совсем выглядит. Потому что цвет песка, он коричневый. Был бы беленький, вода выглядела бы просто вообще бирюзовой. Вот так нормальный пляж, обычный. Зато спокойно, зато никого нет. Непопулярный такой дикий пляж. Да, Соня, что разочарование, водичка холодная. Соня не выдержала, тоже нашла воду. Соня, что разочарование, вода, 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 вода. Соня, что разочарование, вода, 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 вод Все, друзья, накупались, сейчас зайдем в дом, переоденемся и поедем дальше, в деревенский дом, я нашла, все в шоке, но зато завтра, сегодня будет день для меня, деревенский дом и рыбалка, а завтра будет день для детей, самый крупный в Корее аквапарк. С кем, думаете, разговаривает София по телефону? С учительницей школьной, спорят что-то там, уже полчаса, учительница позвонила, если честно, у меня немножко шок, я не ожидала, что в Корее учителя вот так с учениками сейчас общается, мужу говорю, это что у нас с ней так разговаривают, говорю, как с подружкой, он говорит, ну вот так сейчас. Друзья, тут, оказывается, собачка была, что-то она как-то не очень добренько выглядит, где собачка, там и Соня. Ну что ж, друзья, моя мечта осуществилась, мы в деревне, в самой настоящей и самой глухой. Сейчас дети меня будут проклинать. Собака, собака. Соня, как всегда, нашла собаку. Так, здесь какие-то тазики, кастрюльки, все как я люблю, горшочки, дровишки, огород, друзья. Так, в общем, кукуруза у нас здесь. Топчанчик, нет, вот здесь, вот это. Столик, за которым мы сегодня будем ужинать. С креслом. Ангелина, это твое кресло. О! Это настоящий, деревенский, старый. Это что? Кубуги. О! Кубуги они, да, джин, да? Чи, аня, кубуги. Кре? Джи, гатэнде. Соня говорит, что это была черепаха, я говорю, что это была какая-то мышь обдолбанная, потому что она очень медленно ползла. Соня говорит, что у нее была... О, мать, я буряу! О, мать, я буряу! Если это мышь, я сама только первая отсюда убегу. Поэтому я люблю такие места. Ну как я отодвину холодильник, вашу мать? Надо папу ждать. Папа поехал за удочкой. Верное ползия. Попах я. Попах я如何... Кракут Ireland. Ольга. друзья ангелина угадала это не мышь и не черепаха это краб это краб прикиньте это наш ужин сегодняшний вон он крабик они йоги кукетки трассу кукетки хотя бы так друзья охота охота на краба он уже ушел убежал я боюсь тоже его так его надо где-то напугать тогда он выбежит друзья мы его поймали засунули в чашку он оттуда выпрыгнул и и побежал дальше куда мы приехали вот как не любить деревня за это блин столько уже впечатлений ангелина уже вся под впечатлениями горит я в школу пойду всем расскажу как мы крабов в доме ловили не успели зайти в дом уже впечатление ну как 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 можно променять это все на какой-то комфорт иногда иногда конечно жить хорошо в комфорте а путешествовать обязательно в такие места этом эти там дождевые черви все как полагается ой сонина стихия соня любит червячков дедушка это обычно женщины шугаются убегают от такого а это любит ну что друзья мы идем рыбачить как обычно рыбачка соня ангелина боится опять напороться на крючок как это было в россии мне доверили самое дорогущее червей хорошо не в коробочке и собственно вот и рыбалка где-то здесь море и рыбалка прям рядом с домом это ли не сказочка здесь так красиво вот это вот сама деревенька господи все я теперь только сюда буду приезжать тут вот такие маленькие рыбацкие лодочки стоят там маячок романтика сегодня мой день так ой как пахнет морем но хоть и для ким сонгы на развлечения на ким сонгы не позорься на ким сонгы и 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 только я друзья а тошла на 1 минуту как софья поймала рыбу муж позвонил говорит давай беги скорее софья рыбу поймала вот бегу 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 тут в принципе можно арендовать лодочку вот такую и отправляться рыбачить подальше в море на более крупную рыбку на есть и только 2 3 2 и и И я помню, когда я держал, но сейчас я держал. О, реально? Еще один. Какая-то маленькая. Еще две. Давай, давай, давай! Сонген! Это не еда? Да, не еда. Я не еда. И я не еда. Не еда? Так сложно. Что это за? Мы не еда? Нет! Мы едем! Поехали! Привет, я рыбка, золотая рыбка, которую Соня поймала. Подрасти еще немножко, потом мы с тебя с Ашими сделаем. Соня, с тебя рыбачка, как Илан Маск с меня. Три штуки поймала, все три штуки выпустила. Ну что, рыбаки наши, голодные с вами мы останемся сегодня. Все, друзья, вернулись мы с рыбалки у Лова. Нет, Соня добрая всех отпустила, поэтому придется опять покупать еду. Друзья, приехали в какой-то ближайший ресторанчик. Так как этот регион очень славится своими тэнаму. Все, тэнаму. Здесь даже рис продаются. А, бамбук, бамбук, тэнаму это бамбук. В бамбуковых вот таких вот стволах здесь даже рис подают. Потрясающе. Аромат, аромат просто непередаваемый. Это словами как бы описать сложно. Совсем другой аромат у риса. Все, друзья, наелись, напились и спать. Завалились. Хочется очень спать, отдохнуть. Ангелина хочет в парк куда-то. Папа с Ангелиной пойдут в парк, а мы пойдем с Софьей спать. Софья уже тоже отрубилась в машине. Сабабуля уже встречает Софью как хозяевку. Ой, от радости аж уписалась. А это, друзья, это хурма. Дерево хурмы. Скоро постоит осенью. Наша вечерняя пробежка. Просто потрясающе здесь. Друзья, мы на вечерней пробежке бегали-бегали здесь по берегу и прибежали к чему-то непонятному. Смотрите, какие штукианцы стоят. Похоже на подводные лодки или какие-то буйки странные. И что ли? А что ли? Что только не увидишь, блин, по дороге. Там, наверное, какая-то рыбалка, а это типа домики. Ну нет, там ничего внутри нет. Не похоже на домики. Короче, что-то странное. Друзья, время 12-й час ночи. Все собрались здесь. Просто сидим, болтаем. И так нам хорошо. Оно все рабочее. В общем, когда холодно, они здесь разогревают костерок. Корейская система подогрева полов издревле была. В Японии нет такого. В Японии холодно. Греются кондиционерами. А в Корее всю жизнь были теплые полы. И до сих пор так во всех, во всех, во всех домах в Корее теплые полы. Тут готовили еду, рис на огне. И потом там трубы проходили под всем жилищем. Все комнаты обогревались. Полы всегда были тепленькие. Вот нигде так душевно не посидишь, как в деревне. Это нормально. Так вот П ветер крестовали. До встречи, пап!